Глава 12. Бескомпромиссный маятник или стиль Франческо Вилардита. Франческо Вилардита по сей день остается одной из самых загадочных и при этом значимых фигур в истории Европы. Его доблесть и виртуозное владение клинком вызывали восхищение у многих рыцарей и преданных слуг испанской короны. Но на своем веку он сделал намного больше, чем просто рубил головы недоброжелателям. Этот рыцарь стоял у истоков самой непредсказуемой, могущественной и живучей преступной организации, существующей в мире по сей день. Речь о Дрангете, которая до определенного времени была спецслужбой испанской короны. Монахи ордена францисканцев отзывались о нем как о святом, считали его защитником справедливости и правды. Это мистическая личность, испанский дворянин, выдающийся грандмастер фехтования начала XVII века. Цитата. Его испанская часть жизни очень плохо известна. Вилардита выполнял много секретных поручений и самоотверженно служил испанской короне. Конец цитаты. Микелия Лайма. Книга «Как стать спадистом». Несколько лет в научном институте мы занимались переводом на русский язык испанских, итальянских, французских, венецианских и немецких трактатов по фехтованию. Благодаря этой масштабной работе мне удалось восстановить, а нашим художникам графически изобразить технику неаполитанского стиля испанского фехтования. А также составить древо мастеров неаполитанской школы. Франческо Вилардита – руководитель левой ветки неаполитанского фехтования, охватывающей Неаполь, Калабрию и Апулию. Его стиль фехтования основан на атакующем подходе. Каждый его поединок заканчивался победой в один выпад. Франческо Вилардита ввел фехтование коротким клинком длиной 42 см и кинжалом в обеих руках – парное фехтование. Он был сторонником доктрины выпада без парирования, при этом все действия производились в атакующей, а не в защищающейся манере. Этот же принцип лежит в основе стиля бокса, разработанного Кассом Дамата. Благодаря Кассу и его системе мир увидел, что обычный парень из бедной семьи, даже отсидевший в тюрьме, может стать человеком-машиной. Майк Тайсон был несокрушим, и никто не мог его победить, пока был жив Дамата. Касс Дамата действовал не просто тренером по боксу, он был психологом, способным видеть человека насквозь, и самое главное – его стиль имел философскую основу. Именно философскими догмами на тренировках он пронзал каждую мысль своих учеников. Одна из самых часто произносимых фраз, выкрикиваемая Кассом у канатов ринга, звучала так «Не держи их, Майк, пусть они тебя держат», что следует интерпретировать так «Атакуй их, Майк, не давай им атаковать тебя». В книге «Барометр поединка» мы описали 12 обучающих блоков линий Франческо Вилардита, а также сопоставили неаполитанское фехтование со стилем Касса Дамата и доказали следующее. Все, что говорил Касса Дамата, максимально точно соответствует доктрине Франческо Вилардита. В качестве небольшого отступления подчеркну, что стилю Вилардита мы уделили наибольшее внимание, подробно рассказав не только о жизни и пути становления мастером в амальгамном произведении «Мой бог Франческо Вилардита», но и подробно описав саму систему в серии книг по стилю бокса Касса Дамата «Бескомпромиссный маятник», «Громоотвод, как удар молнии», «Барометр поединка». Прежде чем стиль Вилардита сформировался в систему, он преодолел долгий путь, пронизывая острова от Венеции до Палермо, прежде чем окончательно обосноваться в гористом регионе Италии в Калабрии, где царит так называемая «обманчивая тишина». Вилардита получил фехтовальное образование под руководством двух великих маэстро – Джакомо Лакуова и Иронима Санчеса де Каранзе. Не менее важную роль в формировании этого рыцаря сыграл его брат Пьетро Вилардита. Его стиль фехтования венецианского происхождения является самым древним. Франческо Вилардита всегда считал, что школа фехтования должна быть закрытой, поэтому данная линия передавалась строго внутри семьи. Он не придерживался идеи открытых школ и обучения всех желающих. Такую же систему передачи знаний в кругу семьи мы видим в Дрангете – братьев Розата, Бласко Флорио и Каса Дамата. В ходе одной из экспедиций нам также стало известно, что у Франческо был сын Джузеппе Вилардита. Дело отца продолжил сын, с которым связан очень любопытный факт. Будучи 25-летним парнем, в публичном поединке победил знаменитого фехтовальщика Джузеппе Марсиката Половичини в Палермо, после чего тот сбежал в Рим и организовал там свою школу фехтования, о чем мы уже говорили ранее. Джузеппе Вилардита прославился своим фехтовальным мастерством и оказал большое влияние на сицилийскую школу фехтования. Заметим, что трактата Франческо Вилардита, в отличие от множества работ его коллег по оружию, на данный момент еще не найдено. Однако в архивах нашего научно-исследовательского института есть документ, написанный его сыном Джузеппе Вилардита в Палермо в 1670 году о победе в один удар. Народная мудрость гласит – яблоко от яблони недалеко падает. Познания Джузеппа о воинском искусстве на таком уровне могли быть получены только от его отца. При этом важно понимать, что доктрина победы в один удар – это доктрина, равная убийству. Первая книга, в которой я заговорил об этом стиле, была написана во время моей поездки в Америку в ходе серии бесед с одним из учеников Касса Дамата Томом Пати. Именно так появилась на свет книга «Бескомпромиссный маятник», в которой фундаментально и доказательно описан стиль бокса Касса Дамата. «Теперь с уверенностью могу сказать, что нам удалось сохранить на бумаге труды величайшего тренера по боксу и лично побеседовать с теми, кто работал много лет бок о бок с Кассом. Стив Лотт, которого, увы, уже нет с нами, Том Пати, Джин Килрой, менеджер Мохаммеда Али, Бастер Матисс, ученик Касса, Джон Халпин, гипнотизер и другие». На «Бескомпромиссный маятник» было получено более 14 рецензий от самых известных журналистов, тренеров и боксеров. Написанная еще в 2017 году, она по сей день остается одной из самых читаемых книг, а письма благодарности регулярно приходят на почтовый ящик до сих пор. Хотя я считаю, что методологически неверно начинать знакомство со стилем именно с этой книги. Лучше не полениться взять в руки блокнот с карандашом и изучать книгу «Громоотвод как удар молнии». Данный труд – компиляция научного исследования происхождения стиля бокса Касса Дамата, уникальной системы, позволившей легендарному выходцу из южно-итальянской семьи взрасти трех чемпионов мира по боксу – Майк Тайсон, Флот Паттерсон, Хосе Торрес – и подготовить огромное множество талантливых боксеров, победителей в разных категориях. В качестве еще одного отступления предлагаю ненадолго погрузиться в мир стендовой стрельбы. Даже если вы не стрелок. Такой переход из одной плоскости в другую позволит вам, дорогой читатель, провести параллель и увидеть, что стиль Франческо Вилардита – это система, которую можно переложить не только на фехтование или бокс, но и на другие специализации. Ведь именно с ее помощью Вилардита создал организацию, которая в середине XIX века ретрансформировалась в калабрийскую криминальную субкультуру Нрангета. Кроме того, я считаю, что именно Вилардита является одним из отцов-основателей всего мирового бизнеса. Конечно, я говорю о том, что он – отец-основатель, а не главный бизнесмен. Несомненно, деятельность этой выдающейся личности оказала огромное влияние на Европу. Книга, которую вы сейчас читаете, пишется мной во время исследовательской экспедиции в Нидерланды и на юг Италии. В этой поездке я встретился с моим дорогим другом, олимпийским чемпионом и многократным призером чемпионатов мира по стендовой стрельбе в дисциплине скид Энио Фалько. Каждый мой приезд – не только тренировка на стенде, а еще и многочасовые вечерние беседы, в которых Энио рассказывает секреты становления мастера. Дискуссия началась с моего вопроса. Стрелок на круглом стенде по отдельности попадает со всех номеров, но в серии из 25 выстрелов обязательно на каком-то из них промахнется. Что делать? Хочу обратить сейчас пристальное внимание читателя на подход дестрезы, испанский подход и на подход венецианский. Энио Фалько владеет испанской техникой стрельбы на круглом стенде. И вот что он рекомендует делать. Стрелять требуется с возвратом на номер. То есть стреляешь номер один – угонную мишень, дуплет, и переходишь на номер два. Стреляешь номер два – угонную мишень, и опять переходишь на номер один. Стреляешь угонную, и опять дуплет. Потом переходишь на номер два, стреляешь угонную, затем дуплет. Переходишь на номер три, стреляешь угонную, потом опять переходишь на номер два, стреляешь угонную, и дуплет. Переходишь на номер один, стреляешь угонную, дуплет, и переходишь на номер четыре. Смысл такой последовательности простой. Разные параллаксы стрелять в одной тренировке. Эннио всегда интересуется моими мыслями о том, что он советует и рекомендует. Так как я приверженец самой древней системы, венецианской, то сказал ему, что я бы темп стрельбы снизил. Притом значительно резко снизил бы темп стрельбы, так, чтобы психика человека в прямом смысле слова ахнула. В этом диалоге вы можете проследить в особенности относительно стрельбы некий общепринятый стереотип, заложником которого становятся и остаются очень многие. Принято считать, что если человек является высокого уровня спортсменом, то он, вне всякого сомнения, выстреливает не менее тысячи патронов на каждой тренировке. Я же предложил другую идею. Из двухста патронов выстреливать за тренировку не более пятидесяти. Стрелять медленно настолько, насколько это возможно. Речь идет не о медленном нажатии на спусковой крючок, а о промежутке между выстрелами. Например, стрелять угонную мишень, но стрелять ее так, чтобы попасть во что бы то ни стало. Спросите себя, сколько вам нужно времени для того, чтобы подготовиться и попасть в угонную тарелочку? Сколько вам нужно времени для того, чтобы подготовиться и разбить дуплет на первом номере? Необходимо пять минут? Стойте пять минут. Десять минут? Стойте десять минут. Считаю, что и 25 выстрелов за тренировку в таком темпе будет вполне достаточно. Но поставьте перед собой задачу – за тренировку разбить все 25 тарелочек в серии. И не думайте о том, сколько вам нужно на это времени. Имейте всегда в запасе еще 25 выстрелов. Пусть они будут у вас в качестве резерва для того, чтобы откорректировать себя. В любом случае за тренировку у вас получится не более 50 выстрелов с длинными промежутками между двумя упражнениями. Например, как на тренировке делаю я. Предположим, мне нужно подготовиться к дуплету. Я ставлю стульчик, рядом кружку кофе. Сажусь, проигрываю в голове дуплет, как я его буду разбивать. Затем встаю, проверяю то, как стоят мои ноги. Смотрю направление полета тарелочки, как я буду вскидываться. Проверяю все условия, чтобы не промахнуться во время упражнения. Как вы можете видеть, мы имеем дело с двумя совершенно разными подходами. Подход испанской системы Эньо Фалька – много стрелять с возвратом на номер. И мой подход венецианский – стрелять мало с большим интервалом между каждым последующим выстрелом на номере. Какой подход даст результат? А вот тут вырисовывается следующая картина. Если мы стреляем много, то невольно заучиваем ошибки. И потом в ходе стрельбы пытаемся их корректировать. Так за тренировку может уйти 500 патронов, а попадание при этом одно из пяти. И все, что было мимо, мы заучиваем. Чтобы выйти из этого заученного круга, нам нужно начать стрельбу медленно, постепенно увеличивая скорость и сокращая расстояние между выстрелами, дуплетами или одиночными мишенями. Если вы стреляете и не попадаете, значит проблема во взаимоотношении вы и ружье. Следовательно, нужно разбираться с этим вопросом. На этой параллельной плоскости я хотела донести то, почему мы так тщательно углубляемся в каждый стиль, каждый подход неаполитанского фехтования. Разные школы предполагают совершенно отличную друг от друга систему подготовки. Именно поэтому так отличаются линии неаполитанского стиля фехтования. Итак, почему же я советую начинать изучение стиля Вилардита с книги «Громоотводка. Кудар молний»? Потому что эта книга, как ни звучало бы странно, заберет у вас гораздо больше времени, чтобы понять и проникнуть в суть самой системы. Но вооружившись листом бумаги и карандашом, один раз внимательно разобравшись, вы почерпнете для себя очень много крайне полезной и нужной информации о том, как одерживать победу в одно действие. И когда вы приступите к книге «Бескомпромиссный маятник», то увидите, как с каждой страницей, подобно вееру, перед вами раскрывается вся суть системы. Данная последовательность прочтения позволит вам быстрее прогрессировать в изучении этого стиля. В третьей книге, которая называется «Барометр поединка», описана принципиально логическая схема, которая позволит вам собрать стиль для себя воедино. Приступать к ней следует только после того, как вы уверенно разберетесь с первыми двумя. Парадокс этого стиля заключается в том, что он одновременно прост и понятен с одной стороны, но сложен и непонятен с другой. Почему так? В стиле Вилардита отсутствуют режущие удары оружием, а присутствуют только бьющие и колющие. Это кардинально отличает его от всех остальных стилей. Такой способ нанесения ударов клинком подразумевает, что все технические элементы направлены на быстрое и фатальное травмирование противника. Если проанализировать такой вид боевого искусства, как шатакан-карате, а потом взять книгу «Мой бог Франческо Вилардите» и сопоставить обе системы, вы увидите, что шатакан-карате является аналогом стиля Вилардита. Хотя сами по себе они совершенно не похожи, набор технических элементов сердечника разный. Дело в том, что в основе обеих систем лежит единый принцип «один удар, один труп». То есть победа над противником в один удар или выпад. Именно эту концепцию заложил основатель шатакан Гитин Фунакоси при создании своей школы. В стиле Вилардита мы используем клинок не для того, чтобы вступить в фехтовальный поединок, а чтобы одним ударом убить неприятеля. Если вы посмотрите на поединки великих мастеров шатакан-карате, то заметите, что весь бой длится всего 3-5 секунд. Один удар в подбородок, и противник уже лежит на татаме. А в киакушинкай-карате схватка очень похожа на боксерский поединок, где спарринг происходит от раунда к раунду. Так как я ранее говорила о том, что стиль Вилардита нашел продолжение в боксе, то есть мы его видим как отражение этого стиля, то можно с уверенностью сказать, что стиль этот очень хорошо организован и продуман даже с точки зрения физического воспитания. Точно по такому же принципу в Советском Союзе в 1920-30-х годах создавалось спортивное и прикладное единоборство самбо – самозащита без оружия. Необходимо понимать, что создание любой борьбы требует принципиальной схемы. Стиль Вилардита развивался от грозного применения оружия к противнику, к спортивной форме, в то время как самбо развивалось в обратном порядке – от спортивной формы к грозному стилю. Для наглядности я советую вам найти на YouTube старые черно-белые фильмы о том, как создавалось самбо. А потом наберите в командной строке боевое самбо и сравните эти две техники ведения боя. Задайте себе один важный вопрос – похожи ли эти видео? Ответ будет очевиден – категорически не похожи. Для иллюстрации вышесказанного рекомендую посмотреть фильм «Непобедимый» 1983 года с Андреем Ростоцким в главной роли, в котором представлена история бывшего красноармейца Хромова, который вдохновлен идеей создания нового вида борьбы. Он отправляется в Среднюю Азию, чтобы изучить местную народную борьбу «Кураж». В конце фильма Хромов на Красной площади демонстрирует новый вид единоборства, который он назвал «самбо». Приемы, которые он демонстрирует, взяты именно из боевого самбо. Со временем система единоборств сокращалась и изменялась. Когда Василий Маргелов стал командующим воздушно-десантными войсками в 1954 году, он приказал своим подчиненным разработать вид единоборства, который мог бы стать соревновательной системой внутри десантных войск. Таким образом возник рукопашный бой ВДВ, который до этого не существовал в истории. Следует отметить, что эта система была разработана при непосредственном участии одного из создателей «самбо» Анатолия Харлампиева. В 1964 году Василий Маргелов стал президентом Всесоюзной федерации «самбо». В дальнейшем этот рукопашный бой взяли за основу и начали на его базе создавать свои системы. В результате появилось некое единоборство, которое теперь стали называть «боевое самбо», хотя по факту к изначальному боевому самбо оно не имеет никакого отношения. Почему все так сложилось? Ответ очень прост. Достаточно вспомнить, что происходило с разного рода боевыми системами после распада Советского Союза. Все, что десятки лет было строго запрещено, довольно стремительным потоком хлынуло в народные массы. Люди, не видящие до этого ничего другого и слышащие о каких-то иных системах единоборств только из рассказов тех, кто побывал за границей, без разбора начали хвататься за все подряд – карате, ушу, айкидо, тэквондо и так далее. Все, что было нельзя, в одну секунду стало самым лучшим. А самбо навсегда осталось неким пережитком Советского Союза, как прошлое, в котором нет ничего хорошего. Но когда зарождалась самбо, создавалось оно исключительно от спортивного вида к боевой системе, а откуда мы знаем, как на самом деле выглядело изначальное боевое самбо? Все просто. В Советском Союзе не было иной, кроме боевой системы самозащиты без оружия. Если желаете в качестве факультатива углубиться в исследования о самбо, то более подробно на эту тему я говорил в книге «Плато безмолвия». Некоторые авторы по сей день пытаются реставрировать изначальную систему, пишут книги, выдвигают версии, делятся домыслами о том, какой она была. Но они начинают отсчет того, что создано сегодня, или пытаются найти аналогии в прошлом, упуская факт, все, что мы имеем сегодня, в каком виде сегодня находится самбо, уже десятки раз было переделано. Советская система подготовки человека имела строгую пятиступенчатую структуру. Каждый уровень – это шаги повышения квалификации. И если на первом уровне, к примеру, самбо имело спортивную форму и было общедоступным, то уже на третьем уровне эту систему передавали только отдельным лицам в специальных закрытых учреждениях. В том объеме, который позволит офицеру справиться эффективно и быстро с поставленными перед ним задачами. При этом с каждой ступенью боевая система дополнялась необходимыми переходниками и обретала уже совершенно иной вид. Поэтому совершенно некорректно сравнивать изначальный вид системы с той ее формой, которая сформировалась после 90-х годов, и ту структуру, которая была создана учеными в Советском Союзе. В неаполитанском стиле испанского фехтования мы имеем дело с трехэтажной системой. Линия Франческо Вилардита, линия Леонардо Чакио и линия Антонио Матея. Взгляд человека, находящегося на первом уровне, всегда будет отличаться от взгляда человека второго или третьего уровня. Мы сейчас не сопоставляем между собой эти две системы, а только говорим о том, что советская система состоит из пяти уровней, а неаполитанская – из трех. При этом эффект при подготовке человека будет получаться один и тот же, вне зависимости от того, он будет проходить три уровня одной системы или пять уровней другой. Что будет изменяться? В зависимости от вашего уровня подготовки у вас будет формироваться свой взгляд на фехтование или единоборство. К примеру, сегодня этот взгляд будет один, но спустя время уровень навыка вырастет и взгляд изменится. Когда ребенок приходит в школу самбо, то у него один взгляд на это единоборство. По мере роста и взросления его взгляд начинает изменяться, а у мастера спорта взгляд будет еще больше отличаться. Каждый из нас, чем бы он ни занимался, всегда будет проходить некие ступени познания, отношение к этому стилю, глубина его понимания, проникновение в суть, стадии изучения. И каждый раз, проходя ту или иную стадию, мы будем говорить о каком-то своем понимании этого стиля. Не бывает такого, чтобы человек пришел чем-то заниматься и сразу же начал все понимать. Ваше понимание всегда будет трансформироваться в ходе изучения и практики применения. С повышением уровня понимания стиля может происходить его ретрансформация, но также возможно приобретение большего количества заблуждений относительно этого стиля. Мы не всегда идем по правильному пути, и в процессе изучения возможно накапливание заблуждений. Это касается любого воинского искусства и, в частности, неаполитанского стиля фехтования. Поэтому, чтобы не сбиться с курса, я рекомендую постоянно читать книги таких мастеров, как Пласко Флорио, Антонио Маттей, Никола Таракузо и Вентура, Иронима де Каранзо, Луис Пачико де Нарваес, Лоренс де Радо и другие. Когда вы читаете труды этих выдающихся мастеров, каждый раз возвращаетесь к пониманию, как должно быть на самом деле. Это своего рода маяки, которые указывают вам верные координаты в направлении изучения неполитанского стиля фехтования. Чем больше вы читаете книг маэстро, тем глубже вы проникаете в воинскую систему и правильнее ее воспринимаете. Самое тяжелое, на мой взгляд, для человека – возникновение спорных моментов, в которых он не может разобраться самостоятельно. Когда один человек говорит ему одно, а другой – другое, когда это все накапливается, человек пытается как-то математически найти решение, что-то высчитать вместо того, чтобы сесть, вдуматься и разобраться. В конце концов, он загоняет себя в оценочное положение, которое выглядит так. Это мое, а это не мое. Это мне близко, это нет. Это подходит, а это наоборот. Вместо того, чтобы ориентироваться на эталон, он начинает ориентироваться на себя, а так научиться ничему нельзя. Для параллельного взгляда давайте еще раз обратимся к стендовой стрельбе, а именно к скиту – круглый стенд, который, несомненно, является уникальной исследовательской средой. Причина его уникальности состоит в том, что за очень короткий промежуток времени мы можем выяснить от человека практически все. Ты считаешь себя выдающимся стрелком? Бери ружье и разбей всю серию с 25 тарелочек. Есть результат – нет разговоров. В этом случае неважно, как стрелок стоит на номерах, каким стилем он стреляет, каким из способов он поражает тарелочку. Важно только одно – поражены все цели или нет. Кстати, при создании новой стрелковой дисциплины УТС я применил точно такой же подход, как и на ските. Существует пять тактических обстановок. Сможешь поразить все мишени? Значит, квалификацию прошел. Не выполнил условия программы? Иди тренируйся. К сожалению, в наше время мы не можем сделать все то же самое с фехтованием. Мир сильно ретрансформировался. Если раньше можно было за 30 секунд выяснить путем поединка какой ты фехтовальщик, один стоит, второй лежит на мостовой, сразу видно, кто умело владеет шпагой. Сегодня такое существить не представляется возможным. Поэтому, когда вы собираетесь изучать стиль Франческо Велардита, то необходимо слушать и читать труды только великих мастеров, знания которых прошли века и дали неоспоримые результаты. Такие тренеры, как Кас Дамата, доказали, что система не просто рабочая, она позволяет превзойти всех и стать практически неуязвимым. Будьте крайне осторожным, слушая чьи-либо рекомендации о данном стиле. Ведь каждый, кто вам будет что-то говорить, он тоже ученик, который лишь находится на определенном уровне познания. Делайте так, как говорят мастера. Вот для чего я потратил много лет на исследование и написание таких книг, как «Бескомпромиссный маятник», «Громоотвод, как удар молний», «Барометр поединка», «Мой бог» Франческо Велардита и так далее. Я делал это для того, чтобы у вас выстроилась правильная система ориентирования и понимания, как и что лучше всего изучать. Хрестоматия, которую вы сейчас держите в руках, является первым томом из серии книг по неполитанскому фехтованию. Здесь вы знакомитесь с тем, какие стили существуют. В дальнейшем я планирую издать еще несколько книг по каждой системе в отдельности. О стиле Велардита, стиле Чакио и стиле Матея, где мы опишем не просто стили фехтования, но и покажем комплексный стиль жизни фехтовальщика, рыцаря и маэстро. Плохо, когда человек занимается фехтованием и не перекладывает знания на реальную жизнь. Система, которая стоит у него на вооружении, должна быть для него образом жизни, а не образом поединка. Она должна заполнять все сферы его деятельности и привносить пользу. Если у человека фехтование отдельно, а жизнь отдельно, то толку от этого не будет. Во время встречи с Эннио Фалько, которая недавно состоялась, он поделился со мной еще одним секретом, который таит в себе круглый стенд. Эннио сказал следующее. «Нужно засыпать с тарелкой. Многие мои ученики приходят и говорят, что перед тем, как ложиться спать, они мысленно проходят все номера, проигрывают в голове серию выстрелов, как будут разбивать 25 тарелочек. Я же всегда объясняю им, что мне не нужно, чтобы они разбили 25 тарелок. Я хочу, чтобы они поразили одну. Каждый день вы должны засыпать только с одной тарелочкой». Вот такая простая рекомендация многократного и непревзойденного чемпиона. Поэтому стиль – это не техника. Стиль – это секреты методологии тренировки. Большинство людей не желает понимать эти простые истины. Им кажется, что стиль – это то, что они видят. Нет. Стиль – это когда вы условно взяли чистый лист, ручку и написали рассказ. Но до этого вы исписали сотни других листов, которые превратились в черновики. Именно из этих черновиков у вас родилось произведение, родился стиль. Если мы не тренируемся, как на стенде в холостую, если мы не работаем над собой в голове мысленно, если мы не засыпаем с одной тарелкой, с одним выпадом, если мы не представляем, каково проявление этой системы в жизни, нет смысла все это изучать. Если система верна, то она верна везде, во всех сферах жизнедеятельности человека. А если у вас фехтовальная система одна, а жизненная система иная, то, несомненно, будет конфликт. Представляете, если на каждую жизненную ситуацию у вас будет своя система, которую вы себе выдумали. Вот над чем серьезно стоит призадуматься. Если вы занимаетесь неаполитанским фехтованием, рекомендую поразмышлять над этим. Как дестрезы меняют вашу жизнь? Должно появиться мышление категориями этого стиля фехтования, а для этого вам нужно читать труды маэстро. Если сложно даются их книги, начните с работ Касса Дамата, он современник. Попробуйте переложить все, что он говорит, на фехтование. Когда читаете эти книги, а затем с карандашом разбираетесь в том, что изучили, то вы совершенствуетесь. Как бы подпитываете себя верными знаниями. Ваши мысли выдают идеи и решения, о которых вы не могли ранее подумать. Тем самым будет вырабатываться ваш стиль жизни, подчиненный определенной логике, где вы, словно фехтовальщик, будете разрешать любые задачи, только вместо клинка у вас будут слова или ручка. Сновский. Первое. Книга «Мой бог» Франческо Велардита. Книга, рожденная в тишине калабрийских гор, молчаливых древних городов, величественных замков и секретных храмов, которые никогда не покажут туристам. Эта книга не является плодом художественного вымысла, поскольку основана на фактических событиях. Шесть сюжетных линий, переплетаясь, побеждают само время, показывая, как рождается личность, как из никому неизвестного существа рождается феномен, как он, приобретая навыки, для многих кажущимися запредельными, становится богом навечно. Тем, для кого нет ничего невозможного. Книга написана особым языком, языком памяти, известным нам как амальгама. И амальгама – это обучающее. А потому каждому есть, что почерпнуть из этого труда. Однако рекомендуется начинать с фундаментального, с философии. Ведь, как это было известно еще сто лет назад, именно философия отличает простолюдина от победителя. «Мой бог» Франческо Вилардита написана по результатам научно-исследовательской экспедиции 2018 года Департамента НИИ памяти «Экспедиционный корпус». Автор книги – Олег Мальцев, 2019 год. Сноска 2. «Обманчивая тишина» Название одноименной книги Олега Мальцева о результатах научных исследований в области калабрийской криминальной традиции. В результате исследований были выявлены истоки возникновения калабрийской криминальной субкультуры и три исторических периода ее формирования. Сам термин «обманчивая тишина» характеризует атмосферу калабрийских земель, а именно «обманчивое первое впечатление», что вы попали в тихое, беззаботное, малолюдное и ничем не примечательное место. Еще в дневниках экспедиции Олег Мальцев рассказывал, как на пустой улице не покидает ощущение, что за тобой все время следят. Сноска 3. Плато безмолвия. В этой книге сравниваются различные подходы криминальных традиций испанской, русско-африканской со спортивными прикладными единоборствами. Из книги вы поймете, почему спортивные единоборства не способны дать реально эффективную боевую или служебно-прикладную подготовку, и почему они подчиняются другой логике. Как сказал индийский философ, революционер и организатор национально-освободительного движения Индии, основоположник интегральной йоги Шри Ауру Биндо, знание – это дитя со всеми его открытиями, ибо, едва узнав что-то новое, оно с радостными воплями и криками несется по улицам. Мудрость же долго хранит свои открытия в глубоком и великом безмолвии. Автор Олег Мальцев, 2021 год.